Уважаемый Павел Андреевич, уважаемые коллеги, которые к нам подсоединились, сегодня у меня будет короткое сообщение, которое посвящено временным рекомендациям, которые выпущены по профилактике, диагностике и лечению новой коронарной инфекции COVID-19 Министерством здравоохранения. И в этом документе большое внимание уделяется и основным симптомам, которые сопровождают COVID-19 и в первую очередь инфекционному синдрому с повышением температуры тела в 90% случаев и проявлением респираторных жалоб, к которым в основном относится сухой, малопродуктивный кашель, но он может быть и влажный, но с небольшим количеством мокрота и изменениями со стороны мукоцеллярного клиренса. Поэтому я сегодня постараюсь вот эти все вопросы осветить. И вот следующий слайд, который говорится о том, что кашель на самом деле это не так уж и плохо, наверное, потому что кашель – это биологический процесс, благодаря которому слизь, постоянно присутствующая в трахе в бронхиальном дереве, выталкивается из дыхательных путей с форсированными выдохами воздуха. И кашель – это, в общем-то, физиологический процесс, который совместно с мукоцеллярным клиренсом позволяет нам очищать трахе в бронхиальном дереве. Мокрота не застаивается и не происходит воспалительного процесса, который может привести даже и к воспалению легких. Существует много классификаций кашля. Он может быть сухой, продуктивный, непродуктивный. По интенсивности кашель подразделяют на покашливание, легкий и сильный кашель. По продолжительности их классифицируют как эпизодические, кратковременные, приступообразные, которые часто бывают при кофушише, или постоянный кашель, который часто бывает при заболеваниях лорорганов, при хронических бронхитах и других бронхолевочных заболеваниях. Кроме этого, кашель бывает не только при заболеваниях органов дыхания, но он часто встречается и при сердечно-сосудистых заболеваниях, особенно при сердечной недостаточности, бывает при гастроэнтерологических заболеваниях, рефлексозофагитах и при многих других заболеваниях. Но кашель подразделяют еще на острый, хронический и поствирусный. Это в зависимости от длительности самого кашля. Острый кашель, когда он длится менее трех недель, хронический кашель больше восьми недель, а вот от трех до восьми недель называют поствирусный кашель, как раз после ковида-19, при других вирусных инфекциях может быть вот такой вот поствирусный кашель. На данном слайде мы видим как раз эту классификацию по продуктивному и непродуктивному кашлю, и подразделяющуюся на острый и хронический кашель. И мы видим, что многие заболевания могут быть не только при продуктивном или непродуктивном кашле, они могут быть и в том, и в другом варианте, но в основном подразделение над длительностью протекания говорит об острых состояниях или более хроническом состоянии как бронхолёвощной системы, так и многих других систем. За счет чего происходит очищение трахиобронхиального дерева и какая роль здесь, в общем-то, кашля? Мы видим, что в трахиобронхиальном дереве есть механизм активности ресничного аппарата и за счет букоцеллярного клиренса усиливается деятельность ресничек и за счет частоты биения ресничек, а у них очень высокая частота, до 12-20 ударов в одну секунду, и само движение ресничного эпителия довольно-таки сложное, носит такую форму восьмерки, даже еще сложнее, и это все должно быть синхронизировано, и весь ресничный эпителий, он выстилает всю поверхность бронхов, и это должно быть все синхромно, поэтому, конечно же, это очень сложный механизм, и иногда бывают нарушения по деятельности ресничного эпителия, и мы знаем такие заболевания, как синдром контагенера, когда происходит первичная целиарная дискинезия. Кроме этого, кроме ресничного аппарата и их активности, большое значение играет сама слизистая, которая вырабатывается секреторными клетками в подслизистом слое, и очень большое значение это имеет при многих заболеваниях бронхиальной астмы, при хронической обструктивной болезни легких, когда само состояние бронхиального секрета, будь то воспалительный элемент, больше превалирует, или это аллергическое воспаление, или это застойные элементы, то есть тут при разных заболеваниях может по-разному и формироваться состав этой слизистой. При изменениях мукоцеллярного клиренса, которые могут быть, я говорю, обусловлены и воспалением, и нарушением работы мукоцеллярных механизмов, мы должны и влиять на те превалирующие механизмы, которые приводят к этому, и есть подходы на лечение кашля симптоматической и воздействие на механизмы нарушения слизообразования транспорта слизи. По поводу симптоматического лечения кашля, ну я небольшой любитель назначения каких-то лекарственных препаратов, поскольку без кашля, в общем-то, хорошие иллюминации поступающих в траке бронхиальное дерево частиц навряд ли возможны, эффективны. И симптоматическое лечение кашля, наверное, оправдано только в тех случаях, когда это сухой кашель, который изнуряет, в общем-то, людей по ночам, которые бывают, не дает спать этим людям, или сухой кашель, когда появляются прожилки крови и угроза на кровотечение. Это может быть при злокачественных новообразованиях, может быть при тромбомболии, может быть при сердечно-сосудистых заболеваниях, но как только появляются в макроизе признаки крови или прожилокрови, это, в общем-то, может служить для назначения противокашлевой терапии. Министерство здравоохранения разработало комплексную терапию бронхита, рекомендации по комплексной терапии бронхита, и, как вы видите, рекомендуется противокашлевые препараты при COVID-19, и в первую очередь это бутамират и, предположим, ринголин, и для улучшения мокроты рекомендуется мукоактивные, муколитические препараты. Ну, давайте мы коснемся этих непосредственно лекарственных форм, которые при патогенетическом назначении могут оказывать довольно-таки хороший эффект. Я вот на примере КДЛАК-бронха и КДЛАК-НО постараюсь разобрать все вот эти вот механизмы действия. Если мы говорим про уменьшение кашлевого рефлекса, то, как правило, такие препараты, как бутамират, кодеиноподобного действия, но не вызывающие угнетение дыхательного центра и не вызывающие привыкания, они, конечно же, снижают кашлевой рефлекс в головном мозге, подавляя этот центр, но существует еще и препараты периферического действия, которые прерывают импульс от трахиобронхиального дерева в головной мозг, тем самым тоже блокируют кашлевой центр и подавляют кашлевой рефлекс. Кроме этого, существуют препараты комбинированные, которые влияют на отхождение мокроты, за счет разжижения ее и за счет снижения воспаления в бронхиальной стенке. Мы хорошо знаем такие препараты, как, предположим, амбраксол, и они являются хорошими моколитиками. Ну и кроме этого, я сегодня буду, наверное, много говорить, глистеризиновый кислотек, поскольку она является очень хорошим, активным противовоспалительным препаратом. Если вот говорить о бутамирате, про котором я уже сегодня упоминал, для подавления кашлевого рефлекса, то его используют в двух обычно формах. Это сироп. Его можно использовать для детей с трех лет. Назначают, как правило, по 15 мл 4 раза в день. Или таблетки, по одной таблетке каждые 2-3 раза в день, каждые 6-12 часов. Но еще раз повторю, что подавлять кашлевой рефлекс нужно по серьезным показателям. Как правило, длительность действия бутамирата продлевается до 6 часов, и его можно рекомендовать для длительного применения. Препараты, которые являются муколитическими, и, кстати, они тоже могут уменьшать кашель за счет того, что улучшается отхождение дренаж мокроты по трахеобронхиальному дереву, она может заглатываться самостоятельно, и у нас в норме, мы же не кашляем, здоровые люди, а хотя до 20 мл мокроты каждый человек здоровый выделяет, и она нами заглатывается, мы на это абсолютно даже не обращаем внимания. Если же количество мокроты увеличивается, или она изменяет свои свойства, становится более вязкой, более тягучей, увеличивается и адгезия, то тогда, конечно же, она хуже отходит и вызываются дополнительные механизмы отхождения мокроты в виде кашля. И кашель способствует более тогда лучшему отхождению мокроты. Но для того, чтобы уменьшить кашель и, с другой стороны, улучшить мукоцеллярный клиренс, можно использовать препараты, которые способны, в общем-то, оказывать и противовоспалительное, и секретолитическое действие. Я беру за образец классику данных препаратов, к ним отнести самбраксол, секретолитическое, секретомоторный, отхаркивающий препарат, и в комплекс к нему для того, чтобы оказывать противовоспалительное действие, используем глицеризнат. Он оказывает не только противовоспалительное действие, но оказывает и антиаллергическое, и цитопротективное действие. По своей формуле он очень похож на глюкокортикостероиды, и все механизмы глицеризната как раз, в общем-то, связаны и с этими механизмами действия. На данном слайде мы видим, как конкретно амбраксол влияет на состояние трахиобронхиальных бронхов, и к чему это приводит. Мы видим, что это отхаркивающие, муколитическое, снижает вязкость мокрота, повышается двигательная активность мерцательного эпителия, и все это приводит к улучшению отхождения мокроты из трахиобронхиальных путей. Глицеризнат оказывает противовоспалительное и противовирусное действие. Кстати, еще отмечает, что он обладает и антиоксидантной, и мембранстабилизирующей активностью, и благодаря выраженной противовоспалительной активности способствует значительному уменьшению воспалительного процесса в дыхательных путях. Таким образом, мы комплексно влияем на состояние мукоцеллярного клиренса, на состояние трахиобронхиального действия, уменьшая воспалительные процессы и улучшая состояние мокроты, которое находится в трахиобронхиальном действии. Но я не буду подробно останавливаться на механизме действия глицеризиновой кислоты. Она схожа, как я уже говорил, по структуре с глюкокортикостероидами, и поэтому объясняется ее противовоспалительное действие. Но если очень коротко говорить, она ингибирует продукцию медиаторов воспаления, в первую очередь просто галландинов или катриенов, и также ингибирует синтез воспалительных цитокинов. Это и фактор некроза ОПР и интерлитинов. Влияет, кстати, на подавление активности бродикинина, геовальнидаза и некоторых других ферментов. На данном слайде показаны вот эти сложные противовоспалительные механизмы действия комплексного препарата. И, во-первых, влияет, как я уже говорил, на тучные клетки микрофагии, уменьшается воспаление, отек, боль, гиперсекреция и снижается количество лейкоцитов в макроте. При сравнении активности коделлака бронха, как я уже говорил, это комбинированного препарата, его сравнивали во многих исследованиях, последнее исследование было проведено в 2018 году, и сравнивали его с фенспиридом, который на сегодняшний день уже из обращения исключен за счет своих побочных действий, но раньше всегда он считался как образцом эффективности по противовоспалительной и муколитической терапии. И, как вы видите на этом слайде, при сравнении коделлака с фенспиридом, он ему ни в чем не уступает и даже несколько больше оказывает противовоспалительную активность. Кроме этого, происходит не только общая противовоспалительная активность, но вещества, которые входят в состав чебреца, чебрец – это составная часть тоже абраксола, вход в состав коделлака вместе с абраксолом, то тимол и кровокрол, которые входят в чебрец, они обладают очень выраженными отнимикробными свойствами за счет того, что они препятствуют адгезии бактерий и нарушают клеточную целостность клеточной стенки бактерий, тем самым действуют не только бактериоцидно, не только бактериостатически, но и бактериоцидно. Причем, как вы видите, это действует на грамм положительные и на грамм отрицательные бактерии. И что очень хорошо, сейчас это очень модное направление по формированию бактериоцидных пленок, то есть он тоже влияет на разрушение этих бактериоцидных пленок, за счет чего усиливается действие антибактериальных препаратов, если такое нужно. Кроме этого, он оказывает и противовирусное действие, причем напрямую оказывают действие на вирусы и может за счет повышения выработки интерферона альфа и активации Т-клеток. И он тормозит репликацию вирусов, но что для нас особенно важно в свете сегодняшнего выступления, он подавляет репликацию SARS-ассоциированного коронавируса и SARS-CoV-2 за счет ингибирования основной вирусной протеазы инвитро. Многие авторы, и мы тоже в своих исследованиях, когда занимались лечением пациентов с хроническим бронхитом, сравнивали эффективность коделака бронха с классическим таким вариантом амбробена и оценивали эту эффективность по влиянию терапии на продолжительность кашлевого периода, то есть на кашля и на оккупирование самого воспалительного процесса. И мы обратили, что продолжительность кашля при коделаке бронхи бронха уменьшается на 25% по сравнению с амбробеном и воспалительный процесс быстрее оккупируется на 20%. Ну и естественно, когда оценивались результаты лечения данных пациентов хроническим бронхитом в фазе обострения, то, конечно же, и здесь были более выраженные изменения в положительную сторону при переменении коделак бронха. Значительное улучшение наблюдалось у 90% пациентов. Некоторое улучшение только у 10%, в отличие от 60-35% от амбробена. Это очень хорошие результаты применения данного препарата. Наверное, я на этом закончу. Если какие-то появляются вопросы, я с удовольствием на них могу ответить. И как скажет Павел Андреевич, или это непосредственно сейчас, или в конце нашего семинара, как вам будет удобнее. Благодарю за внимание. Добрый день. Мы обычно сразу отвечаем на вопросы. Хорошо. Что можно назначить от кашля кормящей матери при ОРВИ? Ну, все те препараты, которые я сейчас называл, они детям до 3 лет показаны, и возможно их использовать кормящей матери. Это кодилак бронха, кодилакнео. Это все вещества, которые не влияют на молоко кормящей женщины и никак не ухудшают состояние, не может ухудшить состояние ребенка. Ну, оттуда же вопрос, что назначить от кашля пациентки с ГПОД. Я, честно говоря, в этом вариантурах всегда очень смущаюсь. Честно, я тоже не очень понимаю, что это имелось в виду. Я тоже не понимаю. Просто, вот, Гэн, дыхательный может недостаточности, и они, ну... Да не, ну какая там... Ладно, проедем. Хорошо. Грыжи, пищеводные отверстия, диафрагма. Ох! Ну, это ракеты, грыжи, как правило, сопровождаются со всевозможными этими грыжами, и, к сожалению, они тоже вызывают воспалительный процесс в трахе бронхиальном дереве, потому что идет заброс это и в бронхи, и, конечно же, этим пациентам, во-первых, нужно назначать препараты, которые регулируют непосредственно деятельность в пищеводе, чтобы не было заброса, и, конечно же, нужно профилактически назначать препараты, влияющие на воспаление бронхиальном дереве. То есть комплексное должно быть лечение, как рефикс изофагита, так? но надо все грыжу лечить. Обязательно, это в первую очередь, чтобы не было заброса, да. Значит, как Вы относитесь к назначению, опять аббревиатуру, ИГС при вирусной пневмонии НКИ? Ну, ИГС это ингаляционные кортикостероиды, я так понимаю, да, но ингаляционные кортикостероиды при вирусных заболеваниях, они тоже, в общем-то, показаны, но я не понимаю вот вторую аббревиатуру, что там имелось в виду. Вирусной пневмонии НКИ, ну, ладно, слушайте, давайте так, когда люди хотят что-то спросить, они спрашивают, а когда они хотят озадачить лектора, то они пишут аббревиатуры. Аббревиатуры, да. Это новая коронавирусная инфекция, это кому может прийти в башку такая, аббревиатура. Извините, я просто, я просто дико ненавижу аббревиатуру. Ну, при COVID-19 инвестиционные глюккорто-гастероиды, конечно же, не показаны, и наверное, нужно начинать с более простых препаратов, а разговор об инвестиционных глюккорто-гастероидов идет о возможном сочетании предположим бронхиальной астмы и коронавирусной инфекции, которые ухудшать может течение бронхиальной астмы и тут может быть даже, если не назначали раньше инвестиционный глюккорто-гастероид, стоит поставить вопрос о назначении или увеличении их дозы. Но это все решается индивидуально по каждому пациенту. я могу добавить, что основной препарат при ковиде это бутамират. Да, это так. пациент связка макрота прихоба можно ли кодилак бронхи? Да, конечно. Не только можно, а нужно. А вас? Ну да. Какова сравнительная эффективность с рассмотренными препаратами фито-корень алтеи, трава тушится, семианиса. Слушайте, ну это бесполезно. Ну да, на самом деле алтеи тем более входят в общем-то в кодилак и во многие другие препараты. И я когда показывал слайд, там мы видели с двух сторон всевозможные травы, чебрест, там и прочее, прочее. Они не являются основными лекарственными средствами, а как препараты, которые, травяные препараты, сборы, которые могут улучшать эффективность основных препаратов, таких как амбраксол, таких как глицеризиновая кислота. Это все вспомогательные лечебные средства. Ну да, но сейчас, видите, очень много стало любителей скажем так нетрадиционной медицины, потому что все не доверяют традиционной. Вот, и соответственно Андреич, это дело каждого человека доверять или не доверять. Но я всегда считал, считаю, что лечение тем более серьезных заболеваний без врача оно недопустимо, оно приводит к хронизации процесса, и в общем-то в конце концов все равно эти люди окажутся у врача, там у терапевта, у кульмонолога или еще у кого-нибудь, но уже с запущенными серьезными случаями. Значит, тут повторяет тот вопрос сухой, изнуряющий кашель без мокроты. Кашель это симптом, болезнь какая, понимаете? Так нельзя. Кашель, как я уже говорил, просто, наверное, ну, как-то не все поняли, он может быть при разных болезнях, более 50 заболеваний сопровождаются кашлем, поэтому кашель, включая раки. Включая раки, включая тромбоэнболиевые, включая сердечные недостаточки. Я должен писать, ковид, вам же ответили, бутамират. Да, бутамират, да, он подавляет кашлевой рефлекс, он нормализует восхождение мокроты и плюс муколитические, непотоэтические препараты, если есть затруднения в восхождении мокроты. Ладно, спасибо большое.